Всем доброго времени суток! Мы продолжаем с вами делать риггинг Медузы и изучать Экспрессо. Итак, для начала давайте все созданные нами только что сплайны с эффекторами, мы их выделим и сгруппируем с помощью команды Alt-G. И назовем эту группу хвостовые сплайны. Отлично! Теперь давайте перейдем в режим отображения, либо вид спереди, либо вид сбоку. Чтобы нам было сейчас с вами удобно работать, давайте сориентируемся по самому длинному хвосту и сделаем его так, чтобы он у нас соответствовал нижней и верхней границе окна превью. Для чего это делать, сейчас я вам объясню. То есть примерно вот так вот. Давайте чуть-чуть попробуем сделать отъезд камеры и снова сдвинуть. Отлично! Теперь давайте сделаем всю Медузу невидимой. Выберем инструмент ручка и в ее настройках без Е сменим на кубический. И нарисуем сплайм. Отлично! После того, как нарисовали, нажали Escape. Верхнюю точку давайте немножко поднимем вверх. И сместим. То же самое сделаем внизу. Нажмем команду Ctrl-A. Обратите внимание на то, что мы находимся с вами в режиме редактирования точек. И снова произведем подразделение. Нажимаем клавиши US. И в принципе два раза нам будет достаточно. Давайте перейдем в режим перспективы. Так, чтобы нам не мешали сейчас хвостовые сплайны, мы тоже сделаем невидимыми. И посмотрим, сколько точек у нас получилось в объекте сплайн. Чтобы не путаться, давайте мы его так и назовем кубически. Кубически. И как мы видим, он сейчас у нас состоит из раз, два, три, четыре, пять точек. Давайте снова сделаем медузу видимой. И посмотрим, где у нас идет пятая точка. То есть верхняя, первая точка. Извиняюсь. Выберем ее и немного опустим вниз. Вот так вот. Хорошо. Снова все сделаем невидимым. И теперь давайте создадим в виде сбоку ноль объекта. Нам нужно сами пять ноль объектов. Так. Три, четыре, пять. Давайте переименуем. Значит, один, два, три. Четыре, четыре и пять. Отлично. Выберем все ноль объекты. Точку давайте сменим на окружность. Радиус пусть так и будет 10 сантиметров. И теперь наша задача вот эти вот ноль объекты примерно распределить по всей длине кубического сплайна. Давайте мы пока это с вами сделаем вот так вот как бы наугад. Значит, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Теперь давайте перейдем в экспресса один. Выделим все элементы данной группы, которая у нас уже создана. И сконвертируем в X группу. Свернем ее наверх. И теперь сюда мы закинем все созданные ноль объекты. А также закидываем кубический сплайн. У сплайнов на выходе ставим глобальная позиция, координаты. Глобальная позиция, глобальная позиция. Давайте растянем, чтобы было видно. И везде ставим глобальная позиция. А у кубического сплайна на выход мы ставим объект. Зайдем в X-банк данных и через поиск найдем нод точка. Значит, в некоторых случаях, я повторюсь, вы можете слышать, как узлы экспресса называют либо узлами, либо нодами, либо операторами. То есть все это синонимы. И теперь в настройках точки давайте мы в параметрах индекс изменим на единицу. И продублируем еще 4 раза. Так, раз, два, три, четыре. Все это выставим по порядку. У второго нода точка, соответственно, индекс будет 2, 3, 4 и 5. Давайте еще раз проверим. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы кубический сплайн везде соединяем с параметром объект. Обратите внимание, что мы выход у сплайна соединяем со входом у узла экспресса. Теперь в настройках узлов экспресса точка на входе добавляем позиция точки. Немножко давайте расширим. И везде добавляем позиция точки. Теперь на выходе глобальную позицию каждой точки мы соединяем с позицией точки у узла экспресса. Отлично. Давайте свернем экспресса. Выберем все данные объекты. Это нулевые объекты и объект кубический. Опять Alt-G сформируем их в группу. И назовем хвостовой риг. Давайте перейдем в режим перспективы. Раскроем хвостовые сплайны. Снова создадим модификатор обернуть сплайн. Подчиним его под хвостовые сплайны. В настройках объекта мы перекидываем во вкладку сплайн кубический. Меняем на плюс у. Хорошо. Во вкладке вращения UpVector X изменим на единицу. Теперь давайте перейдем в режим редактирования объекта. И посмотрите. Если мы выберем контроллеры нулевых объектов и подвигаем их, то мы увидим, что также будет изгибаться и кубический сплайн. Теперь давайте снова сделаем видимой всю Медузу. И посмотрите, что у нас получилось. Давайте запустим анимацию. То есть вот у нас идет анимация волновая, которую мы создали с вами в предыдущем уроке. Но теперь, если мы с вами выберем еще и данные контроллеры, то мы можем изменять и направление с максимальным изгибом данных частей хвоста. То есть таким образом мы с вами создали дополнительный рейдинг. Также вы можете еще попробовать в настройках обернуть сплайн в объекте, согласовать со сплайном, изменить на сохранить длину. То есть эффект будет выглядеть уже немножко по-другому. Итак, как вы видите, таким вот нехитрым способом мы с вами создали дополнительные элементы управления для хвоста. Ну что же, это все, что я хотел вам показать в данном уроке. С вами был Александр. Всем пока!